Ну что, уважаемые друзья, давайте как-нибудь начнем. По поводу организационных моментов у меня возникло две мысли. Во-первых, мы начинаем с 12, я всегда прихожу сюда заранее, поэтому практически с самого начала никого вовремя никогда так и не вижу. То есть либо одно из двух, либо тогда мы это куда-то сдвигаем, я буду приходить позже, либо вы как-то приходите вовремя. К 12, к началу лекции, потому что иначе у нас получается, что я тут как бы прихожу, в принципе, час где-то тут хожу, гуляю туда-сюда, которая совершенно ненужная вещь получается. Это раз. Но это как бы, я думаю, решимо. Потом вопрос организационный номер два. Я надеюсь, что лабораторными работами вы меня сегодня порадуете, потому что хоть и, как я сказал, жестких сроков нет, но сами понимаете. То есть это не тот случай, когда я их когда-то буду там после окончания семестра принимать. То есть этого не будет, и это будет очень печально, если вы протянете это туда. То есть как этот вопрос будет решаться, я уже не знаю. Поэтому лучше все сделать в срок. И сейчас самый прекрасный момент для этого, когда еще возможность как бы не совсем упущена. Но я надеюсь, это по лабораторным работам вы меня порадуете все-таки сегодня. И третий момент, нам нужно провести рубежный контроль. Он будет, предупреждаю заранее, заранее, я же все-таки понимаю вас. Поэтому он будет на следующем занятии. Поэтому... Можно примерные вопросы? Примерные вопросы? Примерные вопросы все те, что слайды у вас есть. Сами понимаете, как я все это рассказывал и освещал. Вопросы я постараюсь подобрать такие, чтобы на них было не очень легко ответить. Вот. То есть в принципе в идеале искать в Гугле будет бесполезно, в Яндексе тоже. Можно, пожалуйста, сказать, что в Яндексе тоже. А это я вам скажу, когда вот рубежный контроль начнется, тогда скажу. Чего точно нельзя будет делать, вот точно, при всем уважении к вам, так это коллективная работа. То есть у меня рубежный контроль, ну как и, наверное, у всех других преподавателей, это строго индивидуальная работа. То есть мне важно то, чтобы это было исключительно ваш результат. Поэтому как бы по самим вопросам там это еще я подумаю. То есть чем вы там можете пользоваться, чем не можете пользоваться. Но того, чтобы это была коллективная работа, нет, такого в принципе не должно быть. То есть смысл этого рубежного контроля сводится на нет, если это получается коллективная работа. Вопросы есть по этому какие-то? Да, пожалуйста. А вот вы будете проводить, мы просто напишем, вам даем, вы проверяете потом или мы как-то что-то пишем, и потом вам отвечаем? Нет, напишите и сдаете. А по времени? По времени разумно, скажем так. Но в темпе. То есть это не так, что там вы придете и будете здесь две пары его писать. Нет. Это будет часть пары. То есть в принципе это все задумано на то, не то чтобы там просидеть долго и что-то повыдумывать. Да, это у вас, так сказать, экзамен такой может быть. Это как бы я не совсем фанат тех экзаменов, которые сдаются по пять часов. Возможно, я как бы еще до этого не дошел, но тем не менее. Я предпочитаю так, чтобы вот те знания, которые были, да, они каким-то образом отражаются на вот этом листочке с вопросами, на котором вы пишете ответы. Он, соответственно, потом будет оцениваться и все это как бы будет в совокупности в будущем учитываться при завершении этого курса. Еще вопросы есть по организационным частям или переходим? К лекциям. Переходим. Отлично. Значит, в прошлый раз меня не было, поэтому сегодня мы постараемся осилить две лекции. Вот это планирование процессов в операционной системе и управление памятью первой вводной лекции. По планированию процессов тут на самом деле она небольшая, поэтому здесь не такая большая сложность и нагрузка. Я хотел вам дать ее самостоятельно, но все-таки решил сейчас что-то рассказать, потому что могут быть какие-то вопросы и что-либо еще. Так вот, соответственно, приступаем. Первое, что? Соответственно, планирование. Англоязычный термин. Как всегда, очень важно знать англоязычный термин. Это вот, собственно говоря, шедеверный, такой классический. Значит, по сути своей переключение, что такое переключение контекста, да? По сути своей это не есть планирование, это всего лишь техническая, техническая операция. То есть это происходит прерывание, поток вызывает исключение и ловушку, и дальше что-то происходит. То есть каким-то образом в процессе переключения контекста нужно выбрать, кому дальше передать управление. Вот принять такое решение. По-другому можно сказать. Кому операционная система выделит следующий квант процессорного времени. То есть, казалось бы, такая простая задача, но она должна каким-то образом алгоритмизироваться и как-то выбираться. Так вот, этот процесс выбора того, что будет исполняться в следующем, как долго это будет исполняться, и есть. И называется планированием процессов в операционной системе. Вот поэтому важно, вот как я здесь написал, не путать то, что переключение контекста по сути своей не является планированием. Планирование это именно выбор, кому передать дальше. А переключение контекста это чисто техническая операция. Какие классы планировщиков средствуют? Первый класс это пакетный планировщик, то есть он ориентирован на длительные задачи, которые требуют больших вычисленных ресурсов, и где, вообще-то говоря, не требуется очень часто что-то прерывать. Ну, грубо говоря, пакетное планирование, оно подразумевает вот именно обработку больших задач большими пакетами. Следующий класс планировщиков это интерактивные планировщики. Они ориентированы на снижение времени отклика, так называемое. То есть, чтобы система казалась отзывчивой. И вот как, когда вы работаете со своими операционными системами на обычных абонентскими компьютерами, то, как правило, вы имеете дело именно с интерактивными системами, когда в ответ на ваши действия, там, перемещение мышки, нажатие на клавиатуру, операционная система в ответ что-то делает. Так вот, в принципе, вам, как пользователям, всегда хотелось бы, чтобы этот ответ происходил как можно быстрее. Вот это все, скажем так, внутреннее устройство и организуется за счет такого типа планирования. И третий класс планировщиков достаточно специализированный. Это планировщик реального времени. Эти планировщики ориентируются на какой-либо предельный срок завершения работы. То есть они не учитывают там какой-либо из показателей, там, отзывчив, снижение времени отклика, либо что-либо еще. Главное это то, чтобы определенное действие завершилось к определенному сроку, то есть так называемый дедлайн. Вот помимо классов планировщиков существуют также уровни планирования. Есть три вполне определенных уровня. Это уже достаточно устоявшиеся термины в теории операционных систем. Три уровня. Значит, во-первых, это долгосрочное планирование, так же называемое долговременно. Оно решает вопрос на уровне концептуальном. Какие новые задачи будут добавлены? Вот такая постановка. Далее идет среднесрочное планирование. Это решает, на этом уровне решается вопрос. Какую и нужно ли вообще выгружать, временно выгружать программу во вторичную память? То есть это слоп-аут. Это среднесрочный уровень. И краткосрочный уровень решает, какому потоку дать следующий квант процессорным временем. И какой длины будет этот квант. Ну и, соответственно, дополнительно этот уровень решает вопросы того, как будут выполняться потоки на разных процессорах. То есть координирует их выполнение разных процессоров. Вот это такой наиболее низкий уровень. Алексей Владимирович, а можно на предыдущем слайде еще про последние времена 4 дней не очень много? А пакеты понятны? Да. Значит, здесь отличие очень простое. Когда мы планируем пакетом, у нас нет каких-либо ограничений на время выполнения, на то, когда это нужно выполнить. То есть планируется работа пакетами, она выполняется и завершается. Главное, чтобы она была выполнена эффективно, без множества переключений, соответственно, снижения КПД. Затем интерактивные. Здесь нам важно, чтобы на поступающий в систему запрос был как можно скорее получен ответ. Запрос, я говорю, это может быть любое. От слова interactive, это interaction, взаимодействие с компьютером. Так вот, а в системах реального времени у нас нет такого понятия, как «как можно скорее». У нас поступающий запрос должен быть обработан в не более чем такой-то промежуток времени. То есть классический пример это с тем самым управлением ядерным реактором или чем-то еще, когда при превышении времени отклика будет аварийная ситуация создана. Вот поэтому под это и делаются специальные классы планировщиков, которые жестко регламентируют то время, когда он принимает решение и завершает какую-либо задачу. Это достаточно сложная тема, потому что там, если вот у нас там Windows, Linux или Mac OS там потормозит немножко, то в принципе ничего страшного не случится. Ну, посидим подождем там, когда оно тормозит и все. А когда у нас управление производством, там тормозить нельзя. Там либо то, что будет сбой, который будет каким-то образом восстанавливаться, это называется мягкое реальное время. Либо жесткое реальное время, когда после превышения допустимого времени отклика, тогда уже происходят необратимые последствия и производство фактически либо завершается какой-либо аварии, либо прекращается. В таком плане можно об этом сказать. Понятно, да? В данном случае мы говорим, какой класс планировщика реального времени. То есть в данном случае не затрагиваем вообще всю систему. То есть мы сейчас говорим, что если мы, грубо говоря, говорим о классе планировщика, который отвечает, скажем так, потребностям реального времени, то вот ему нужно ориентироваться на такие задачи. То есть в первую очередь мы не затрагиваем остальные компоненты операционной системы реального времени, которые должны быть тоже изменены, конечно же. Но в данном случае исключительно планировщики. Так вот, далее. По задачам. Значит, основной задачей, вообще говоря, планирования процессов в операционной системе является то, чтобы обеспечить высокую ее производительность. Есть различные напридумыванные метрики, которыми оценивается эта производительность. Вообще говоря, зачастую эти метрики на самом деле противоречиво. Но на что-то нужно опираться, поэтому в любом случае, как раз вот об этом я уже сейчас сказал, но тем не менее, допустим, предположим, что мы вот концептуально требуем при проектировании планировщика в операционной системе. Значит, во-первых, максимизировать использование центрального процессора, чтобы он у нас работал на нашей задаче, а не нагревал окружающий воздух. Далее, максимизируем пропускную способность. То есть, что это такое? Это не некоторая абстрактная величина, а это число выполненных запросов в единицу времени. Далее, минимизируем среднее время отклика, вот как раз, как я уже говорил. То есть, это среднее время подачи запроса до завершения обработки ответа на него. Затем, еще как вариант, это минимизация среднего времени ожидания. То есть, среднее время ожидания, это среднее время подачи запроса до начала его выполнения. Тоже очень важно, отличие от предыдущего. Ну и последнее, это, в принципе, касается энергоэффективности. Это достаточно тоже важное понятие. Понятие это, вообще говоря, это минимизация энергии. То есть, сколько джоуля энергии тратится на выполнение одной полезной инструкции. Ну, по сути, свои это КПД, на самом деле. А какой примерный показатель? Не скажешь, что у нас? Нет, не скажу. Даже примерно не знаю. Там, наверное, какие-то очень маленькие цифры будут. Ну, цифры маленькие, но они, я бы сказал, их даже интереснее не в абсолютном, а в относительном. То есть, допустим, там одно дело процессорные разберегающие, которые у нас вот там в мобильных устройствах, да, а второе дело это там для... Процессора МД. Ну, да, я вот имею возможность испытать процессор МД в работе и действительно по выдуваемому, температуре выдуваемого воздуха, КПД, конечно же, видимо... Ну, конкуренция должна быть всегда, поэтому фирма МД старается и правильно делает. И к тому же второй вариант это та спецификация МД-64, которую они разработали, она стала фактически сейчас стандартом де-факто. Вот, поэтому не зря они греют воздух. Так вот, далее. По поводу метрик планирования. Вот как раз, как бы вот из того, что мы сейчас поговорили, да, там несколько сложно вот эти вот времена понять, поэтому приведем такой вот примерчик, обратимся за ним сюда, значит, есть несколько времен, мы ведем, значит, первое время поступления процесса, когда процесс становится готовым, то есть, когда он готов к тому, к выполнению. Значит, обозначается как TA, индекс A от слова arrival, то есть процесс поступает, прибывает, приходит, каким угодно это слово можно по-русски назвать, я дальше это буду по контексту называть наиболее удобным, подходящим в русском языке словом, но опять-таки важно запомнить англоязычный термин, это arrival. Далее, время ожидания, T и W. W, соответственно, waiting. Время, которое тратит процесс на то, чтобы ожидать очередь центрального процессора на свое выполнение. Следующее, вполне логичное, это время выполнения, время потрачено на выполнение центрального процессора. И последнее, это такая интересная метрика, это время оборота, то есть это общее время на ожидание и выполнение. Вот здесь вот на картинке все это можно наглядно вот увидеть. Здесь у нас очередь готовых, здесь у нас выполнение. Вот для примера здесь написано, как процесс номер 5 прибыл, поступил, то есть очередь готовых номер 6. И вот здесь по этому можно видеть. Допустим, вот пятый процесс начинает выполняться вот здесь. Предыдущие процессы задерживают его выполнение, вот они здесь вот 4. Поэтому для пятого процесса вот оно время ожидания, вот оно его время выполнения. И вот это вот время, которое я назвал время оборота, это вот это вот, от момента его поступления до того, как завершилось его выполнение. То есть это тоже очень важная метрика, чтобы оценить в сумме всю вот эту вот ситуацию. Вот эта картинка понятна, по ней есть какие-то вопросы, потому что мы сейчас дальше будем затрагивать эти времена. А можно спросить, а про время отклика это когда-то когда? А нет, мы его сейчас, оно здесь не отражено, потому что здесь нету... А оно в теории где? Нет, тут смотрите, какая ситуация здесь. Нету, не отражены время отклика, только когда есть какой-то запрос, время на его обработку и, соответственно, завершение обработки этого запроса. Здесь мы исключительно оперируем понятиями процесс. Поступил в очередь готовых, процессу выделилось процессорное время, квант, процесс завершил, исчерпал свой квант времени и дальше уже куда-то еще перепланируется, либо в очередь готовых, либо в другую очередь. Вот, то есть здесь мы сейчас рассматриваем исключительно на вот этом уровне, то есть мы время отклика сейчас и здесь на этом слайде не рассматриваем. Это понятно? Нет, ну то, что здесь нет, это понятно. А где? Нет, можно сказать, что... Нет, абстрактно оно там есть на предыдущем слайде. Но вот здесь... В смысле, чем оно от этого отличается? Вот это из его группы? Ну, большим. То есть одно дело, когда, грубо говоря, мы на компьютере нажимаем мышкой на определенное окошко, да, производится последовательность действий, которая именуется запросом. И в результате операционная система дает нам какой-то ответ, да, на эти действия. То есть либо там запуск программы, либо изменение там порядка окошек, либо что угодно еще, да, там в диалоговом окошке там ответ, да или нет выбора. Здесь совершенно другой уровень. Здесь вот у нас есть вот поступило в список готовых новых две задачи, да, а вот уже есть четыре на выполнение. И вот мы отслеживаем, берем, для примера, процесс номер пять. И его отслеживаем, вот когда он начинает выполняться, когда он заканчивает выполняться, его квантпроцессорное время. То есть здесь мы совершенно не затрагиваем понятие запроса. Вот. То есть, ну, дальше мы еще про это, конечно, скажем, но это понятие запроса просто, чтобы пока что понять, как бы оценить метрику, как, что вообще требовать от планировщика, то есть к чему он должен удовлетворять. Просто как бы в чем смысл, да, если вот это вот время очень долгое, да, то если у нас поступает запрос какому-то другому процессу, да, вот пятому поступил, запрос там обработать, там щелчок мышью там по окошку, да, то он это вот не сделает, пока четвертый не завершится. И поэтому вот почему вот это вот время, в сумме вот это ожидание, да, вот это время оборота, вот это вот большое, да, потому что оно как раз и влияет на вот эту вот отзывчивость потом. Если бы мы их часто, скажем так, нарезали, да, то и тот, мы предоставляли бы чаще процессу возможности обработать его запросы, и это было бы неэффективно, потому что много времени тратилось на переключение контекста. Но зато мы бы дали возможность достаточно быстро обработать поступающий запрос. Вот. Извините, пожалуйста, когда какие-то симптомные события происходят, что с этой очередью происходит? Этой очереди... Который надо срочно обработать. В данном случае этой очереди это вообще говоря неважно, потому что синхронно они могут обрабатываться только вот в это время, а синхронно они где-то там скапливаются в своей очереди, ждущих событий на обработку. Поэтому вот с точки зрения сейчас планировщика, ему это вообще неважно. Если у нас процесс что-то выполняет, приводит к какое-то прерывание, и вот на исполнении этих прерываний ему надо делать это моментально. Когда приходит прерывание, это вызывает переключение контекста на контекст, соответственно, обработчиков прерывания. Это совершенно другая вещь. Прерывания могут быть замаскированы. Есть 255 соответственно уровней прерывания. То есть они тоже имеют под собой приоритет. Но ты перерываешь то, что он делает выполнение в процессе выполненных треней? На самом деле я про это, наверное, расскажу отдельно, потому что это уже будет во второй части, когда мы на примере практическом, как это реализовано, потому что сейчас нам важно это, скажем так, рассмотреть абстрактно. То есть неважно что. Вот это вот может быть чем угодно. То есть мы сейчас не будем иметь в виду, что тут возможно прерывание. Вот это, допустим, тоже касается, вот я сейчас дальше буду потом рассказывать про, допустим, управление памятью. И там опять-таки мы сделаем упрощение. Мы не будем говорить, что там есть возможно страниц памяти нерезидентную, прерывание, чтобы ее загрузить. Нет, нам вот пока важно понять вот это абстрактно и упрощенно. А вот потом мы уже будем основываясь на вот это, может детализировать и сказать, ага, у нас вот есть там прерывания, у нас есть там разные приоритеты, прерывания могут друг друга, притом в процессе выполнения одного прерывания может поступить другое прерывание. Оно, соответственно, будет туда, перейдет. Но это уже как бы такие интересные тонкости, которые будем обсуждать потом. Пока вот абстрактно, абстрактно, так сказать, вот там очередь таких, очередь таких, а уж как она там физически реализована, это пока как бы ладно. Вот. Ну, с этим как бы все понятно, да? Теперь, вот самое основное, что мы здесь затронем, собственно говоря, как, вот как выбрать, какой процесс у нас выбирать дальше. Значит, весь обзорчик такой я вот сюда привел. Во-первых, это самая классика FIFO, первым пришел, первым ушел. Дальше, так называемый метод, то, что следующее, выбирается всегда работа, которая требует самого наименьшего времени для завершения. Так называемая кратчайшая работа следующая. Извините, а в таком случае у нас, в таком долгий процесс не будет очень долгий? А, так мы сейчас вот, вот каждый из вот этих вот, мы буквально кратко рассмотрим. Вот, третий это Раунд Робин, по которому я всегда думал, откуда же такое странное название? Вот. Тоже посмотрим. И затем это многоуровневая очередь, и еще следующая накрутка, это очередь с обратной связью. Так вот, первое, FIFO. В данном случае мы его будем понимать, как не вытесняющая многозадачность. В самом простейшем случае. Процессы планируются по мере их поступления. То есть, есть новый процесс в очередь готовых, он добавляется в очередь и, соответственно, планируется. Время выполнения процесса никак не учитывается вообще. То есть, либо он там будет работать час, либо он там будет работать 10 секунд, все равно он ставится в эту очередь. Значит, что тут, какая проблема? Другие процессы, у которых время оборота меньше, вынуждены ждать. И это снижает отзывчивость системы. Ну и, соответственно, когда процесс переходит в состояние готовности, он помещается в конец очереди. Извините, а если бесконечный цикл? Ну, значит, тогда очень печально и придется нажимать кнопочку RSS. Вот в данном алгоритме это никак вообще не учитывается. Ну, из-за того, что мы как бы идем от простого к сложному. Но вот на вот этом вот простом мы вот сейчас посмотрим такую вот, разберем его немножко. Допустим, у нас есть три процесса, которые пребывают в одно и то же время. t равный нулю. В порядке процесс 1, процесс 2, процесс 3. Обозначил я их P1, P2 и P3. У каждого из этих процессов есть некоторое время, которое ему нужно, чтобы выполнить свою часть задачи, которую вот он в этот квант времени ему нужно выполнить. Вот эту часть задачи, которую ему нужно выполнить, назовем английским словом BIRST. Вот, чтобы это нам так вот обозначать. У этих трех процессов она разная. Вот первому процессу нужно 24 условных единицы времени, а двум другим 3. Так вот, поэтому, если они прибыли у нас в таком вот порядке, P1, P2, P3, в одно и то же время, то время ожидания первого процесса будет равно нулю. С этим, я думаю, вопросов нет. Сразу поступил, сразу запланировали, он пошел выполняться. Он не ждет. Процесс P2 ждет 24 условных единиц, потому что время, которое нужно первому процессу на выполнение своей задачи 24 единицы. Ну и время ожидания третьего процесса, соответственно, 27. Ну, нетрудно догадаться, 24 плюс 3. Нехитрым математическим подсчетом статистика нам поможет. Мы вычисляем среднее время ожидания. И оно получается 17 условных единиц. Так вот, теперь зачем мы вот это вот все рассчитали, да? А вот мы сейчас посмотрим, как это можно было бы сделать по-другому. Так вот, смотрим. Если их всего лишь поступившие три процесса в одно и то же время запланировать по-другому, то можно достаточно снизить вот это вот время отклика системы, то есть снизить вот это все время ожидания в данном случае, которое мы имеем в виду под этим. Так вот, допустим, что они у нас поступают в порядке P2, P3, P1. Вот, если мы тут посмотрим, да, то есть вначале как бы два самых быстро выполняющихся процессика, а потом у нас самый тяжеловесный такой. Поэтому время ожидания у P2 будет равно нулю, у P3 будет равно трем, а P1 будет ждать всего лишь 6 условных единиц. И поэтому среднее время ожидания равно трем. то есть тут достаточно много раз, вот видите, как с 17 до 3 в среднее время ожидания снизилось, всего лишь за счет того, что мы просто перетасовали эти три процесса, поступившие в одно и то же время. То есть вот за вот этим простым примером скрыта вся вот эта вот мощь вот этого алгоритма планирования и вся его важность, да, в операционной системе. То есть вот даже в современных операционных системах все равно вот за счет вот этих вот все исследования, ухищрения и все прочее идет на то, чтобы каким-то образом каждый раз выбирать вот такой вот оптимальный маршрут. то есть даже несмотря на то, что наш пример такой простой, вот он наглядно вот это показывает. Ну, некое обобщение по FIFO, значит, конечно, по сути своей он лучше подходит для длительных, требовательных к вычислительным ресурсам процессов. Значит, ну, конечно, использует он неэффективно, с вводом-выводом тоже будут определенные проблемы. Ну и среднее время ожидания сильно варьируется, как вы видели, там, в сравнении, там, циферка 17 и циферка 3. Это практически больше, чем в 5 раз разница. Ну, это достаточно большой разброс. Поэтому, дальше. Другой вариант, это тот самый метод планирования так называемой кратчайшей работы следующей. Вот, там тоже есть англоязычный термин, сокращение. Но я не стал здесь вводить какие-то сокращения, там, русскоязычный, КРС, там еще как-нибудь. Не суть важна. Опять-таки, условимся, что это не вытесняющая политика планирования, то есть вытеснений у нас нет. Сколько процесс клант времени запрашивает, столько ему и выделяется. Никаких прерываний и всего прочего пока как бы не происходит. Вот. В чем суть этого процесса? Алгоритм вполне интуитивно понятен. Значит, в следующем запланировать тот процесс, который требует наименьшее время для своего выполнения. То есть имеющий самое короткое время обработки. Вот это вот burst time. Какая здесь есть сложность? Среднее значение будет сильно брать. Половина больницы в горячем гряду, половина в воздухе, а средняя будет 6,6. Да. В чем здесь сложность на самом деле? Сложность в том, чтобы оценить на самом деле, сколько там процессов потребуется времени для работы, если это не вытесняющая многозадачность. Он может там закрутить цикл опять-таки там на много секунд, а может выполнить там все за миллисекунды. Как вот это оценить? Если процесс вдруг настолько умный, что может дать какую-то оценку того, сколько он будет выполняться, это хорошо. Но на практике такое мало реально. Вот. Поэтому для пакетных заданий есть возможность оценить это на основе предыдущего опыта. Ну и то важная поправка, что предыдущий опыт не гарантирует того, что он повторится в будущем. Ну и для интерактивного задания, да, там возможно тоже на основе затраченного времени что-то там, какие-то выводы построить по предыдущей статистике. Ну и, соответственно, смысл простой. Как только мы получили эту метрику, то самый короткий процесс помещаю в начало очереди. Есть вытесняющий вариант метода кратчайшей работы следующей. В таком случае осуществляется сортировка по тому, вот у процесса есть какой-то клан времени, который ему нужен, чтобы завершить свою часть задачи. Так вот, если он вытесняется в процессе выполнения, то вот то время, которое ему осталось, мы называем остаточным временем. И вот по этому остаточному времени осуществляем вот эту сортировку проток, как бы, и принимаем решение, какое будет выполняться в следующем. Соответственно, те процессы, которые уже выполняются на процессоре, вытесняются тем процессам, которые уже самые близкие к завершению. То есть, чтобы отработать его и распрощаться с ним. То есть, те, которые требуют очень много, оставить их на потом и как следует именно заняться. То есть, какая-то логика в этом есть. Ну, соответственно, такой алгоритм планирования, он снижает общее время оборота процессов в системе и снижает время ожидания центрального процессора. Так почему он снижает? У нас ведь какая-то большая задача, может выполняться очень долго из-за этого алгоритма. То есть, по-моему, у нас есть задачи, которые там выполняют три основные единицы, постоянно поступают задачи, которые по одну, по две выполняются. А она постоянно ждет. А так поэтому я и говорил, у нас есть разные метрики. И вот в данном случае он снижает общее время оборота процесса одного поступившего. Ну, или в среднем, или как угодно. И меньше время ожидания центрального процессора. Ну, так это среднее время очень сильно врет. У нас короткий процесс будет ожидать. А неважно, что оно врет. Здесь вот есть такие вот метрики, как я даже сказал в начале до этого. Они еще друг другу противоречат, эти метрики. То есть здесь важно, как бы, ну, вообще говоря, оно все в мире требует какого-то баланса и каких-то этих самых. Но, тем не менее, вот в данном случае, почему вот эта вот кратчайшая работа следующая, заслуживает внимания. То, что вот она на вот эти две метрики, она их снижает. Как бы этот вариант по сравнению с FIFO. Вот. Дайте угадать, в реальности используется комбинация всех этих алгоритмов. Ну, я думаю, не нужно обладать даром проведения, чтобы это предвидеть. Да? Так вот. Ну, а это еще не все. Забудьте, что было очень не планировано. Дальше есть планирование с приоритетами. Это тоже еще такая интересная штука. Вот если у нас алгоритм кратчайшей работы, вот, то его на самом деле можно представить как алгоритм планирования с приоритетом, с приоритетом. И в этом случае приоритет будет то время, которое осталось процессу для завершения своей работы. То есть это мы на уровень выше поднимаемся и обобщаем. Но, ну, во-первых, как реализован, да, каждому процессу сопоставляется некоторое число, которое определяет, характеризует приоритет этого процесса. Ну и, соответственно, чем меньше это число, тем выше этот приоритет. Те, кто копался в ядре Linux и работал с этой операционной системой, ну или с другими Unix подобными, я думаю, очень детально знакомы с приоритетами, с возможностью их повышать, понижать с помощью команд типа Nice и всего прочего. То есть на практике вы с этим сталкиваетесь. Вот это уже мы подходим к тому, что хотя бы кое-как уже близко к тому, что применяется в реальности. Но какая есть проблема? Так называемая проблема старвации. То есть проблема голодания, зависания, можно ее называть по-разному. Но факт то, что она есть. А я сейчас расскажу, в чем дело. Хотя можно, в принципе, и сейчас рассказать. Очень просто. Когда процесс с высоким приоритетом, а то есть тут еще есть такая путаница. Приоритет высокий, но на самом деле циферка низкая. Ну ладно, не суть важна. Опять-таки это к выбору тех людей, которые это реализовали и придумали. Им по счету показалось, что выше приоритет, меньше число. Это гениальное решение. Это знаете, скорее всего, почему правильно? Потому что у нас есть самый высокий приоритет от А0, а так постоянно можно больше. Ну вообще-то говоря, в компьютерной архитектуре все имеет ограничения. Даже 64-битное число будет иметь какой-то максимум. Ну ладно, как бы это оставим на их совести. Значит, проблема в чем голодание заключается. Когда у нас есть процесс с наивысшим приоритетом, то если ему что-то приспичит выполнить какую-то очень длительную работу, то все остальные процессы у нас будут просто висеть и ждать. И это очень-очень нехорошо будет. Опять-таки, если кто вот игрался с операционными системами, и пробовал ставить эти приоритеты, то можно наглядно получить то, что практически процесс, который обрабатывает консольный ввод-вывод, то есть Shell, он уже будет получать настолько мало процессорного времени, что у нас даже нажатие на клавиатуру будет отображаться с очень большой задержкой. То есть вот есть такая проблема. Она есть по факту. Так вот, ну сейчас мы как бы более-менее с этим и завершим. Ну вот, как раз я уже об этом сказал. То есть процесс с низким приоритетом, он вообще может никогда не выполниться. На него просто очередь не дойдет. Из-за того, что все забито. Это как вот, знаете, когда есть куда-то какое-то учреждение, очередь, да? А потом появляется очередь тех, кто без очереди. Так вот это примерно тот случай, когда очередь тех, кто без очереди... ...учили, что они заборщили, чем очередь тех. Да. То те, кто просто туда стоит, обычные, непривилегированные граждане, они вообще никуда не пройдут. Вот это как раз проблема с торвацией наглядно, голодания. Но в этой очереди она, как правило, решается по-другому. Та очередь низкопривилегированных становится очень злая. И резко получает привилегии. Да. И приоритеты перепланируются потом. В некотором роде на самом деле решение в алгоритме планирования, оно в некотором роде такое же. А непонятно, а кто принимает решение, какой у них процессный приоритет? Либо он говорит, я тут главный не могу. Вот. Операционная система задает приоритеты. А как она будет знать, что это о процессе? Вот это тот, кто-то там, ну, когда процесс вообще планируется, немножко какой-то дисплейтер по-другому или еще что-то. Как вот это происходит на уровне? Это в душе будет. На уровне очень просто. Вот как я сказал, вот в той структуре, которая... Процесс... Блокописательный процесс? Да, PCB, да, мы ее называли. Вот. В ней есть определенное числовое поле, да, приоритет. Вот. Но в чем смысл? То есть, как бы, не состоит проблема задать там любой приоритет, да? Важно, как бы, этим грамотно распорядиться. То есть, сделать так, чтобы грамотно, значит, вот там есть какой-то процесс, который действительно должен выполняться с высоким приоритетом. Вот ему он дается. То есть, на самом деле... Вот так определяешь, что у него... Это и есть вот эти приоритеты. В чем дело-то? Это инструмент того, чтобы сделать общий процесс планирования эффективным. То есть... А есть какой-то вот такой алгоритм, который позволяет правильно расставить эти приоритеты? Или это всегда делается... Нет, приоритеты, это то, что ты найс, потому что нет. Нет. Нет, они еще задаются сами, с собой системы. Нет. Значит, как делать операционный канат, и делать по какому-то алгоритету? Чем-то не одинаковые приоритеты, это правда, не важно уже, но потом ты найс, а можно поменять. Вот. Вот это абсолютно верно, потому что нету серебряной пули. Если бы операционная система была настолько умнее, что сама бы знала, что и как, то, в принципе, к этому стремимся, но это очень сложно. То есть, ну, практически это как бы сделать вот... Есть, да, набор там системных сервисов, которые выполняются с повышенным приоритетом. Но, опять-таки, неспроста ввели эту команду nice. Да, то есть, если человек сам хочет дать чему-то другой приоритет процессу, то он сам это и делает. Вот. То есть, это такое влияние на планировщика. Нет, ну, то есть, получается, нету какого-то алгоритма, на подобном филе, который решает, который процесс важнее, который нельзя никак убивать, иначе все лучше. Который надо выполнять быстрее. Вот, нет. Это как раз и есть. Это вот как бы... Один из вариантов решения проблемы, вот. Я про него как раз написал. Допустим, у нас проблема голодания, да? Вот стоят те люди в очереди, низкоприоритетные, да? И стоят там час, два, три, четыре, пять. А вот эта очередь людей, которые без очереди, они идут и идут. Так вот, как бы наиболее логичный и резонный вариант. Надо ввести так называемое понятие старения. Вот если они там застоялись уже очень долго, то им надо дать приоритет и перевести их вот в эту более приоритетную очередь. То есть, в принципе, это как бы один из вариантов решения этой проблемы, который такой классический. Но выдумывать там можно. Я уверен, что на эту тему, там, по крайней мере, куча магистрских работ исписана. На тему того, а давайте смоделируем планировщик, который сделает все круто. Ну, как бы на практике пока вот тоже достаточно, да, меняется все медленно. То есть, когда есть какие-то действительно новые вещи. Но пока как бы вот оно все так. Так вот, далее. Есть такой алгоритм планирования, называемый Раунд-Робин. Я раньше все время долго думал, с чем он так называется. То есть, думал, там есть какой-то смысл. Либо это имя какого-то великого ученого Робин. Вот. Причем круглый. Раунд. Но, тем не менее, как выяснилось, скажем так, какого-то логического обоснования, там есть только разные догадки. То, что там это какой-то там от французских слов произошло, там еще от каких-то. То есть, по сути своей, мы его называем Double R, то есть две буковки R. Раунд-Робин. И просто понимаем, что вот это такой цикличный алгоритм планирования с вытесняющим планированием многозадачностью. Ну и, соответственно, каждый процесс получает фиксированный квант времени. Ну, то есть чисто условно, например, там этот квант времени может быть от 10 до 100 миллисекунд. Допустим, вот. После того, как этот квант времени истек, закончился, то процесс принудительно вытесняется и помещается в очередь готовых. Готовых? Да, готовых. А он же готов к чему ему. Он от выполнялся, все. Если он вдруг уже завершился, ну, тогда другой вопрос. Тогда его просто... Нет, а стоп-стоп-стоп. А если у нас процессу надо, там, в принципе, 4 единицы, квант времени, который процесс отдает, только 2, в очередь опять помещается? Да. И у него останется эти 2 единички, которые вот он... А, когда выполнился, то он уже в очередь готов. Нет, вот выполнился 2 единички из его 4. Он вытеснился и опять очередь готовых поместился. Готов к исполнению. Да. А, все-все-все. Это он выполнился. Нет. Очередь готовых это ready-q, то есть это готовых к выполнению. Вот. Порядок всегда тот же, то есть все по кругу. Его очень любят там рисовать вот эту вот... Такую вот круговой стрелочкой этой самой. Ну, я думаю, мы сейчас не будем тратить на это время, это и так очевидно. Вот. Далее, значит, ну, я уже сказал, что он там получает одинаковый квант времени. Что если там, опять-таки, погрузимся в элементарную математику, то есть если квант времени обозначен как Q и количество процессов N в очереди, то вполне себе очевидно, что каждый процесс получит один разделить на N времени центрального процессора, причем кусками, которые будут максимум размером с Q. Вот. По ожиданию, значит, соответственно, опять-таки, применяя нехитрые правила, выясним, что никакой из процессов не будет ждать больше, чем N-1 умножить на Q единиц времени. То есть я думаю, понять, почему вот это равно этому, вам не составит вообще никакого труда. Особенно в виде, какая у вас подготовка по алгебре. Так вот, производительность Раунд-Робина. Если у нас вот это Q, квант времени, большой, скажем так, большой в пределе, к бесконечности стремится, то Раунд-Робин перерождается в алгоритм FIFO, который мы рассмотрели в самом начале. А если у нас Q относительно малая, но не стремится в пределе к нулю, если она у нас в пределе к нулю стремится, то у нас компьютер будет заниматься переключением процессов бесконечно и не выполнять вообще ничего. Так вот, если Q достаточно малая, то у нас как бы вдруг становится все в мире хорошо. То есть, старвация исчезает, появляется высокая отзывчивость системы, время распределяется как бы равными частями. Ну, соответственно, как я сказал, если Q вдруг у нас такой маленькой, что переключение контекста будет занимать больше времени, чем то, сколько выполняется, самая полезная часть процесса, то диспетчер будет неэффективным. Ну, есть как бы и недостаток, потому что если бы у нас не было недостатков, то у нас сейчас бы этот Раунд-Робин везде бы использовался, просто в таком вот чистом виде, и вообще все было бы прекрасно. И наши бы смартфоны работали не 8 часов, а 80 часов в инвестируемом режиме. Так вот, процесс с интенсивным вводом-выводом, то есть когда у них происходит блокировка в ожидании ввода-вывода, они полностью свой квант времени не используют. Поэтому процессы с интенсивным использованием центрального процессора получают преимущество. То есть это, на самом деле, я думаю, стоит буквально на несколько минут отвлечься, я вам нарисую, в чем здесь состоит основная сложность. Вот когда у нас выделяется одному процессу P1, квант времени, тест обозначим, и тот же самый P2, я его нарисую снизу просто для понимания, то есть это не параллельно, они друг за другом. Так вот, то же самое, вот это вот, то же самое время. Так вот, процесс P1 в какой-то вот в этой вот точке, он начинает ожидать ввода-вывода. Вот, ввод-вывод. И вот пока этот ввод-вывод не завершится, то он вот эту часть времени просто тратит впустую. вот в чем проблема. А зато вот этот вот процесс P2, он достаточно активно все это время выполняет там какие-то операции, считает что-нибудь там, дифференциальное уравнение решает там, или что-либо еще. Так вот, проблема этого нашего раунд-робина в чем? В том, что вот в этих вот двух случаях, вот несмотря на то, что я говорю, что там он равными частями планирует там, каждому выделяет один и тот рекламный времени, вот как мы видим, но вот эта ситуация не учитывается. И поэтому выходит, что фактически вот полезная часть от P1, она там только вот, вот у меня на картинке. Извините, а еще неплохая ситуация, когда там у нас каждому требуется по 60, а квантовыполнение 2. И они, получается, будут только очень долго крутиться, и все одновременно закончатся. Да. Нет, а это на самом деле даже нормально, потому что каждому нужно там что-то обработать, что-то ответное. Мы ощутим на дальние процессы. Да. Но время вот... Причем найти баланс между тем, вот насколько одному и насколько другому, это опять-таки даже это уже не задача операционной системы, а это вот уже скорее больше человек планирует. Я как раз сейчас об этом скажу, почему там есть процессы, которые интерактивные, а есть процессы вот эти те самые по юниксовой терминологии демоны, то есть процессы, которые фоново-нажимы планируют бэдраунды. Ну вот, вот он недостаток раунд-робина в данном случае. То есть за счет того, что хотя он и вытесняющий, то есть процесс вытесняется вот в этой точке и в этой точке по истечении своего кванта времени. Но вот вывод, проблема. Так вот, идем дальше. А нельзя просто делать, что там допустим? Только вот вывод начался, сразу же вытесняем его? Гениально. Осень стабильная связь. Гениально. То есть на самом деле, да. На практике это так и делается, но нам же нужно показать, насколько раньше люди не понимали и не додумывались до того. Но это как бы любую вещь на самом деле так стоит объяснять, чтобы она логично выходила из этого, что да, вот оказывается так надо. Но в чем здесь проблема-то? Проблема в том, что таких операций ввода-вывода несравнимо больше, чем процессов в системе. Поэтому у нас таких вот всяких очередей и ожиданий будет достаточно много. Так вот, как раз предпоследний алгоритм планирования. Это много уровней в очереди. Что под собой здесь подразумевается? Красивую картинку я нарисовал к следующему. Ну, как раз по ней будет понятно. Так вот, есть, выделяем несколько разных очередей. Например, очередь интерактивных процессов. Те, которые требуют малого времени отклика. Затем, допустим, это процессы, требующие фоновой обработки. То есть требующие больших вычислительных ресурсов, но которым, в принципе, не важно быстрое время отклика. Им нужно главное как следует что-нибудь повычислять. И, соответственно, как уже было справедливо замечено, в каждой очереди сопоставляем свой алгоритм планирования. То есть интерактивным ставим раунд-робин, фоновым ставим фифо. и таким образом имеем некий баланс сил. Но что здесь какая есть интересная штука? В случае многоуровневых очередей нам еще нужно планировать не просто внутри вот этой каждой очереди по какому-то алгоритму, а еще и планировать между очередями. Вот здесь уже как бы становится по-настоящему интересно. То есть здесь уже такой накрученный планировщик получается. В принципе, тут есть достаточно много вариантов. То есть тут можно и планировать с фиксированным приоритетом. То есть вначале обслужить все интерактивные, потом передать управление фоновым, потом еще как-то. Но опять-таки здесь появляется проблема возможности старвации. Но здесь есть над чем подумать, как бы это в двух словах не объяснить. То есть можно здесь применить такой вариант, как разделить время. Допустим, ввести такое условие, что там 80% процессорного времени будет всегда тратиться на интерактивные процессы, а 20%, как бы оно ни сложилось, всегда будет тратиться на фоновые. Ну и, соответственно, планировать этому. Либо еще один вариант. Это многоуровневая очередь с обратной связью. То есть что здесь и как? Здесь идет планирование на основе затраченного времени. Вот если какой-то процесс затратил определенное время, квант времени, то он, соответственно, помещается в определенную очередь. Если он выполняется достаточно быстро, то это очередь быстрых процессиков. Дальше, если он средний, то, соответственно, в среднюю очередь. А если он занимает очень долго, требует много вычислительных ресурсов, то он помещается там в последнюю очередь, которая планируется по алгоритму FIFO. За счет этого у нас процессы постоянно, динамически перемещаются между очередями. И получается как раз вот то, что не нужно заранее предвидеть, какой будет, куда процесс помещать, заранее ему сопоставлять какое-то свойство. А вот так вот динамически перепланировать. Ну, здесь тоже как бы планировщик определяется многими параметрами. Это число вот этих вот очередей. Я их тут вот три изобразил. Их может быть там с десяток. Соответственно, какие алгоритмы применять в каждой очереди, тоже большой вопрос. Ну и как определять принадлежность к каждой конкретной очереди. Тут тоже можно написать, наверное, не одну научную работу. Пример очень простой. Три очереди. В первых двух это раунд-робин, соответственно, с квантами времени 16,32 миллисекунды. А в последней третьей очереди Q2 это FIFO. Процесс планирования выглядит очень просто. Новый процесс помещается в конец первой очереди Q0. Когда из этой очереди процесс получает время центрального процессора, то ему выделяется квант времени 16 миллисекунд. Если он выполняется дольше, если он не вернул управление операционной системе, то он принудительно вытесняется и помещается в очередь Q1. В конец ее, это в очереди. Дальше, соответственно, из Q1, когда он получает время центрального процессора, ему выделяется квант времени 32 миллисекунды. Он выполняется. Если он из-за этого времени не передал управление самостоятельно, то он принудительно вытесняется и помещается в очередь Q2, где он уже потом по FIFO будет выполняться, пока он не закончится. Вот, скажем так, по основным понятиям планирования вот это все. Здесь какие-то вопросы есть? Нету? Замечательно. Значит, основы нам в данном случае понятны. Сейчас тогда сделаем таким образом. У нас следующее... Следующее у нас будет по управлению памятью. Мы сделаем, наверное, сейчас небольшой перерывчик, а затем уже продолжим. Перерывчик у нас будет на то, чтобы прояснить ситуацию с лабораторными работами. Да. Тогда пока видео... Эту часть завершим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.